В современном мире мы все как на ладони и находимся под давлением общественного мнения. Для звезд это дело привычное, это часть их звездной жизни. Одни знаменитости тратят огромные суммы, чтобы выглядеть молодо, другие особо не заморачиваются. Сегодня мы посмотрим на 9 знаменитостей, которые совсем себя запустили. Привет, друзья, с вами я, профессор Гуглов. Все эти молодящиеся пенсионеры выглядят нелепо. Бороться со временем бессмысленно, но держать себя в форме и не распускаться в личных интересах каждого. Жмите сюда, подписывайтесь на мой канал и смотрите, что бывает, если махнуть на себя рукой. Брэндон Фрейзер Лучше бы не разводиться. Никто не выглядит в 50 на 20. Вот и Брэндон Фрейзер больше не похож на того рельефного красавчика, каким его кто-то еще помнит по фильму 1997 года «Джордж из джунглей». Сейчас актер совершенно неузнаваем. Многие люди его защищают, ведь он пережил тяжелые времена. Никто ведь не будет винить человека, что он набрал несколько килограммов и стал выглядеть на свой возраст. Да и со времени того хитового фильма прошло много лет. В 1998 году Брэндон женился на Эфтон Смит, и у пары родилось трое сыновей. Через 10 лет супруги подали на развод, и он был не из легких. Там было что делить, сами понимаете. Вскоре Брэндон обратился в суд с просьбой о сокращении алиментов. Он заявил, что не может позволить себе тратить 900 тысяч долларов, а это примерно 65 миллионов рублей, в год на содержание бывшей жены и детей. Бывшая супруга тут же обвинила актера в сокрытии средств. Мало того, на беднягу Брэндона напал президент Голливудской ассоциации, журналист Филип Берг. Никакого уважения к экс-звезде. Из-за всех этих событий актер впал в депрессию. Он перенес несколько операций из-за давних травм, полученных на съемках. По мне, это сомнительный набор причин, чтобы запустить себя. Бывает, знаете ли, хуже. Но, тем не менее, это основательно подкосило звезду. Кардинальные изменения во внешности сделали актеры объектом насмешек. Рассел Кроу потолстел для роли. Многие считают, что быть актером – это легко. Весь день притворяешься кем-то другим и получаешь кучу денег. На самом деле, ремесло актера – это гораздо больше, чем просто копирование других людей. Чтобы войти в роль актерам, иногда требуются серьезные физические и психологические изменения. Доказательства? Вот они – Рассел Кроу. Все настолько привыкли видеть в нем сексуального гладиатора, что смотреть, как он изображает пожилого мужчину, немного странно. Для роли в фильме «Неистовый», там Рассел Кроу играет психопата, который жаждет мести, актеру пришлось набрать вес. Конечно, он мог бы надеть специальный костюм, теперь все так делают. Но актер решил, что это будет недостаточно реалистично. В итоге посмотрите, к чему это привело. В фильме Рассел почти неузнаваем. Актер говорит, что его раздражают разговоры о том, сколько килограммов он набрал. Он считает, что внешность – только часть его работы, и что в конечном итоге он вернется к желаемому весу. Ну что ж, посмотрим. Леонардо Ди Каприо отрастил бороду Леонардо Ди Каприо может сыграть кого угодно, от романтичного красавчика до расиста в вестерне. Такое разнообразие ролей означает, что актеру довольно часто приходится менять свой внешний вид. Зрители никогда не знают, каким он предстанет в новом фильме. Но когда в 2014 году Лео заметили на пляже в Майами, многие были шокированы. Актер выглядел, мягко говоря, не спортивно. На его лице, к тому же, была густая борода, из-за которой Лео выглядел совсем другим человеком, потрепанным и несвежим. Да, актеры всегда находятся под пристальным вниманием. Ни секунды покоя. Дайте Лео отдохнуть, вот что я вам скажу. Ведь у вас тоже бывают моменты, когда вы не желаете быть на виду. Актер заслужил немного расслабиться и просто побыть самим собой. Не сомневайтесь, к своей следующей роли Лео придет в форму. Джейден Смит довел себя до истощения Постоянно быть в центре внимания общества, это трудно дается даже взрослым. В юности кажется, что на тебя навалились все проблемы мира и с ними не справиться. К счастью, родные Джейдена Смита сразу заметили, что с ним что-то не так. Его родители рассказали о своих тревогах в ток-шоу «Красный стол». Им пришлось вмешаться в жизнь сына, когда он перестал быть самим собой. Джейден сильно похудел, у него появились мешки под глазами, кожа стала бледной и серой. Парень выглядел истощенным, его семья переживала за него. Были подозрения, что Джейден стал веганом. Но тут же на программе Джейден заявил, что никакой он не веган, а вегетарианец. Молодой актер признался, что питается один или два раза в день. Так, правда, выползло наружу. Я не очень понял, зачем нужно было решать все эти проблемы на публике, но, видимо, у американских звезд так принят. Макалей Калкин – звездный ребенок, известный по фильмам. «Один дома», «Моя дочь», «Богатенький Ричи» и другим. Слава обрушилась на актера слишком рано и лишила его простых мальчишеских радостей. После триумфального периода Макалей сделал длительный перерыв в съемках. И только посмотрите, на кого он стал похож. Из славного мальчика он превратился в 40-летнего изможденного мужчину, к тому же арестованного за хранение наркотиков. Жизнь актера покатилась под откос после того, как развелись его родители. Мать получила полную опеку над ним и его шестью братьями и сестрами. С тех пор мальчик не виделся с отцом. В возрасте 15 лет Макалей вычеркнул имена родителей своего трастового фонда, чтобы, по его выражению, никому не дать откусить кусок пирога. Позже актер начал употреблять наркотики. К счастью, сейчас Макалей выглядит гораздо лучше, чем в 2012 году. Должно быть, взялся за ум. Линдси Лохан. Все наперекосяк. Линдси Лохан, кто забыл или не знал, вот она. Красотка. Хорошо известная по фильмам «Чумовая пятница», «Ловушка для родителей», «Дряные девчонки» и другим. Девочка уже в 10 лет стала знаменитой и оказалась в центре внимания. Популярность не прошла без последствий. С 2007 года все у Линдси пошло наперекосяк. Ее дважды останавливали за вождение в нетрезвом виде. Она была осуждена за употребление кокаина. И 83 минуты провела в тюрьме. Журналисты только и ждали, чтобы звезда снова оскандалилась. Но Линдси обратилась в реабилитационный центр, который специализировался на лечении алкогольной и наркотической зависимости. Там актрисе помогли справиться с ее проблемами. Актриса утверждает, что наркоманка себя не считает. Тем не менее, ей до сих пор приходится отбиваться от многочисленных обвинений. Мэтью Перри. Звездная болезнь. Мэтью Перри прославился в 90-х благодаря сериалу «Друзья». Вместе с известностью пришло ощущение вседозволенности и безнаказанности. Мэтью начал принимать наркотики. Ему удавалось скрывать свою проблему от коллег по сериалу, но вскоре правда вышла наружу. Мэтью проходил лечение от алкоголя и наркотиков дважды в 1997 и 2001 году. В настоящее время Мэтью освободился от этих вредных привычек. Недавно его заметили в аэропорту, и он был гораздо полнее, чем раньше. А еще актер выглядел очень уставшим. Дейли Мэйл, массовая английская ежедневная газета, сообщает, что Мэтью Перри победил алкогольную и наркотическую зависимость, но борется со многими другими. Подробностей, к сожалению, не сообщается. Диего Марадонна задавлен славой. Диего Марадонна – один из величайших футболистов в мире. Но популярность давит на всех. Фанаты ожидали, что спортсмен всегда будет на высоте, но в конце концов Диего был просто задушен славой. Куда бы он ни шел, его преследовали СМИ. Футболист пристрастился к кокаину и другим наркотикам, а также алкоголю и беспорядочному сексу. Чем дальше, тем хуже. Его обвинили в хранении кокаина, а в крови футболиста обнаружили следы наркотиков и запретили выходить на поле. После бегства из Италии в Аргентину Диего снова был арестован за хранение запрещенных веществ. В 1994 году на чемпионате мира в Аргентине Диего провалил тест на наркотики. После этого его футбольная карьера была окончена. Диего стал тренером команды, которая переживала не лучшие времена. Диего Марадонна, величайший игрок всех времен, обладатель двух наград FIFA, умер в 2020 году от сердечного приступа. Роберт Дауни-младший и героин Сейчас сложно представить, что Роберт Дауни-младший мог всерьез себя запустить. Только вспомните его в крутом блокбастере «Мстители». Но хотите верьте, хотите нет, Роберт боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Все было настолько плохо, что он даже сидел в тюрьме. Карьере актера пришел конец. В 1980-х годах Роберт был мега популярен благодаря фильмам «Специалист по съему» и «Меньше нуля». Он играл богатого парня, который в конечном итоге испортил свою жизнь из-за героиновой зависимости. Не роль, а практически автобиография. В 1996 году Роберт был арестован за хранение кокаина и героина. Ииии понеслось. Один раз Роберт даже проснулся в доме соседа, полностью потеряв контроль над собой. Позже актер пропустил несколько контрольных тестов на наркотики, которые ему назначили в суде, и был приговорен к трем годам тюрьмы. Кончилось все тем, что жена Роберта поставила ультиматум. Она или наркотики. Актер сделал правильный выбор. Он вернулся к трезвости благодаря программе реабилитации «12 шагов и йоги». Вот и я всегда говорил, что йога лечит все. И суставы, и голову. А вообще голову всегда нужно держать трезвой, даже если ты звезда. А как вы относитесь к выходкам звезд? Пишите в комментариях и подписывайтесь на мой канал. С вами был профессор Гуглов. Пока!